Девушки, у меня к вам обнадёживающая такая весть, хорошая новость. Вот насколько вас сейчас одолевают страхи, какие-то проблемы, какие-то очень серьёзные глубинные переживания, за которых вы не можете спать, которые не дают вам жить. Вот настолько ровно с такой же страстью вы можете наслаждаться жизнью. Поймите эту мысль. Вот я фразу здесь нашла, специально вспомнила эту фразу, и вам напечатала вот этой чиновичке нашим. Дайте мне точку опоры, и я переверну мир, Архимед. Так вот, ваш темперамент — это точка опоры. Задача — брать вот эти страхи все, какие есть, и просто их трансформировать в позитивные установки. Давайте сейчас сделаем задание. Будем писать, какие у вас есть страхи. Повторим. Вот просто пишите, какие страхи. Страх — выйти на публику. Вам нужно работать с ним достаточно долго над этим страхом, и рисовать себе утрированные ситуации. Девочки, вот я рассказываю Ирине, а вы на этом примере будете свои все страхи прорабатывать. Ирочка, значит, смотрите, что нужно делать. Рисуете себе картину. Вот вы выходите, выходите на сцену, да, публика. Вы начинаете что-то говорить, а у вас перекрывает голос. Вы говорить не можете. Вы начинаете жестикулировать, люди над вами смеются. Когда вы пытаетесь что-то им донести, у вас ужас в голосах от того, что у вас перекрылся голос, они смеются и начинают доставать из сумок яйца, кидать в вас тухлые яйца, помидоры, что там обычно кидают. Потом выходит какой-то другой человек, начинает рассказывать все эти ужасы, что он о вас думает. То есть вам нужно довести ситуацию, вот утрировать до такой степени, что вам стало само и смешно от этой всей ситуации. Вы должны понять, что ваш страх наигранный, надуманный. Достаточно долго думать на тему этого страха, рисовать всевозможные утрированные картины, я вам рассказывала, да, а потом писать противоположное. Вот, допустим, напишите обратную ситуацию, как вы себя чувствуете, когда у вас закончилась ваша презентация, и люди счастливы, люди довольны, те, которые вас слушали, у них сияют глаза, и они вам аплодируют и говорят слова благодарности. Я не знаю, на какую тему презентация, если это что-то вам нужно продать, то в данном случае закрывается очень большое количество продаж. Рисуйте эту ситуацию противоположную. Значит, результат вот этого упражнения. Вам нужно утрировать, довести до состояния абсурда тот страх, который вы нарисовали, понять, что вы выглядите смешно, да, потому что 99% страхов, они обычно не оправдываются, они надуманные. И если мы всё время фокусируем на них внимание, то только своими мыслями чаще всего мы привлекаем эти ситуации. На самом деле, если вы уберёте серьёзное отношение к этому страху, то вы его пройдёте мимо, да, эта ситуация у вас в жизни не случится. И нужно усилить вот этот эффект того, что вы его преодолели, и результат. Смотрите, на чаши и весу. Помните Архимед? Дайте мне точку упора, переверну весь мир. Да, вот настолько, насколько вы боитесь, ваша задача — получить удовольствие от того, что вы избавились от этого страха. Представьте удовольствие, когда вы вышли, когда вы начинаете говорить с этими людьми. Они такие же люди, как и вы. Они вас поймут, потому что большинство людей понимают того, кто стоит на сцене, а они себя даже не представляют. Вы значительно сильнее их, потому что вы вышли на сцену. 99% людей боятся выйти на сцену и не выходят туда. Поэтому вам нужно продумать, расписать все установки, связанные с тем, что у вас получился этот результат, и прочувствовать его, прочувствовать уже финальную точку, что вы туда пришли. И тогда в сердце придёт покой. И наоборот, утрировать и посмеяться, высмеять тот страх, который у вас присутствует на сегодняшний день. Вот, допустим, страх принять неправильное решение. Анна, рисуйте. Страх принять неправильное решение. Значит, нарисуйте ситуацию. Вы не принимаете никаких решений. Вы сидите заморожены. Давайте фантазировать вместе. Я не знаю, хорошая у меня фантазия, плохая. Вы сидите заморожены. Решение, смотрите, вот взять пойти, сделать бутерброд себе на кухне, это тоже решение. Но рисуйте. Вы сидите в комнате, да, на своём стуле, и боитесь принять решение встать с этого стула. Вы не можете пойти приготовить себе еду. Вы не можете пойти заплатить за квартиру. Вы мумия. Вы мумия. Или я не права? Страх принимать решение. Вся жизнь — это принятие решений. Ежеминутно, ежесекундно мы принимаем решение. Чем больше решений мы принимаем, тем больше мышца принятия решений тренируется. Да? Рисуйте обратную ситуацию. Прочувствуйте себя человеком, который вот щёлкает решение вот так вот. Мне когда надо принять решение, ну, я не буду хвалиться, но я очень раньше притормаживала. Знаете почему? Причина — страх принимать решение. Когда тебя в школе постоянно наказывают за плохие оценки, когда любая твоя ошибка вызывает плохую оценку потом наказания дома у родителей, ты автоматически закрываешься и думаешь, я не буду делать лишних движений для того, чтобы не получать от жизни проблемы потом. Но вы же понимаете, что чем больше вы учитесь и чем больше вы делаете ошибок, да, тем результаты у вас в жизни будут лучше. Ошибки — это базис. Базис. Опыт наш, на который накладывается знание, вот вы делаете ошибки какие-то в жизни, да, потом на эти ошибки накладываются знания, вы идёте где-то, учитесь, происходит обмен вот этой энергии ошибки знания, анализ, вывод, и вы расширяетесь, вы увеличиваетесь, ваша сила духа увеличивается. Снова увеличилась сила духа, снова принимаете какие-то решения, уже более серьёзные решения, да, делаете ошибки, из десяти ваших шагов восемь будут ошибочные. Закон Паретта, знаете, да? Восемь будет ошибок, два будет правильное решение. Чем более вы профессионал, тем больше у вас будет правильных решений, чем больше вы дилетант, у вас будет меньше решений правильных. То есть это всё законы жизни. Поэтому вам нужно научиться делать максимальное количество ошибок для того, чтобы быть счастливой. Представьте себя, Анна, тем человеком, которому вот так вот принимаются решения. Потому что он знает, что просто ему нужно набить шишки и сделать опыт определённый, какой-то жизненный. То есть ваша задача максимально большое количество ошибок. Представьте вот внутреннюю свободу, представьте себя тем человеком, которому не страшно принимать решения. Понимаете? И посмейтесь на той ситуации, когда вы замороженная мумия, сидите на стуле, потому что вы боитесь принимать решения. Просто посмейтесь на собой. Через сколько дней вы умрёте? А человек, который принимает решение, какую жизнь он будет жить? Понимаете? Девочки, вы можете прямо сейчас себе сделать такое задание, написать, описать ощущения свои, вот самые главные страхи, и написать противоположную установку, связанную с тем, что вы проработали этот страх.